Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Seniors After Vlogger. Прошло два месяца и это значит, что время снова провести рубрику прочитал. За эти два месяца я прочитал 8 книг, извините. Следующая и последняя в этом выпуске книга это A Whole New Mind, автор Дэниел Пинк. Книга написана 10 лет назад, но она в какой-то мере еще актуальна и довольно интересна. Во-первых, о чем эта книга? Это книга о, скажем так, правополушарном образе мышления. То есть считается, что вот есть левополушарное мышление и правополушарное мышление. Левое полушарное это аналитический и математический склад ума, это какие-то там детальные представления проблемы. Правое полушарное это креатив, это общий взгляд на проблему, это какие-то нестандартные подходы. В общем, автор через всю книгу старается сделать, донести до нас, что левополушарное это все, конечно, клево и это работало там в прошлом веке. Но мы входим или уже, наверное, вошли, 10 лет прошло, собственно, в период, когда правополушарное мышление будет цениться гораздо больше. Это не значит, что все наши технические, аналитические и тому подобные профессии там просто уйдут. Нет, но он говорит, что конкуренция будет возрастать и конкуренция будет опять-таки с разными странами, куда этот левополушарный труд гораздо легче экспортировать. То есть аутсорсить программирование, просто вбивание программ гораздо проще, чем аутсорсить архитектуру программ, например, либо дизайн какой-то. То есть про это он много пишет, что правополушарный труд практически невозможно аутсорсить. То есть и поэтому, если вы правополушарный работник, дизайн в Калифорнии, то по большому счету у вас гораздо более радужные перспективы, чем если вы просто пхпшник делаете сайты. Но тут на самом деле такой прикол в том, что он пугает, ну он американец и он написал эту книгу для американцев и он пугает американцев Азией. То, что в Азию аутсорсят всю работу и всех там консультантов и тому подобных, которые на трубках сидят и отвечают на телефон и программистов в Индию аутсорсят. Как бы смешно на самом деле, потому что 10 лет прошло, а американцы все еще нанимают американцев программистов в офисах и это простые программисты, это не какие-то там супер креативные. Но это не значит, что этот момент когда-нибудь не наступит, когда всех левополушарных либо автоматизируют, либо аутсорсят. То есть это его, собственно, point в том, что у него, как в прошлой книге это было 3C, а у Дэниела Пинка это 4As. Это Abundance, Automation, это Asia и четвертое забыл, а это неважно. То есть как бы штука в том, что первое это избыточность, то есть всего дофига, нужно делать что-то новое. Что-то новое сделать может только креативный ум, то есть аналитический ум что-то новое сделать не может, то есть что-то такое классное. Вот, потом, собственно, Automation, да, как я уже сказал, левополушарный труд, это легко алгоритмизируемая последовательность действий, которая автоматизируется. И все эти ребята, адвокаты, которые составляли какие-то там письма нотариальные и прочую такую шелупонь, они ушли и, ну, не ушли совсем, но огромная часть их труда заменена просто веб-сервисами, где каждый человек за 5 долларов может себе составить по шаблону это письмо. И что еще? Автоматизация, да, все что угодно, куча всего. И Азия, ну вот Азия это то, что аутсорсинг по большому счету, как бы он так обозначил, как Азия, это все страны, в которых... Россию он, кстати, тоже в Азию внес, так что вы не переживайте. Это страны, где жизнь гораздо дешевле, вот, и которые там люди охотно, собственно, берут какие-то задачи за гораздо более меньшие деньги, чем соглашается американский программист. Что делать, если вы программист? По мнению Дэниела, нужно развивать свое правое полушарие, чтобы становиться более креативным в этом плане программистом, чтобы можно было решать свои программистские проблемы. Потому что, ну, проблемы все равно будут, и кто-то же должен, опять-таки, ставить задания тем, куда аутсорсят эти программы, да. Вот, и он даже, у него, собственно, несколько секций в книге, и после каждой секции есть набор упражнений, которые должны, типа, развить ваше правое полушарие. У книги довольно неоднозначные отзывы на Гудриц, но я думаю, что это, опять-таки, из-за того, что вот он так на, прямо на Азию. Ну, это, да, носа как бы попахивает такой шизофренией, но, тем не менее, то есть, поинт, на мой взгляд, довольно валидный, то есть, прокачать свою творческую жилку никогда не помешает. И это, возможно, скажем так, продвинет вас по карьерной лестнице и поможет вам стать гораздо более ценным специалистом или просто, возможно, более полной личностью. И на сегодня у меня, по большому счёту, всё. Я бы хотел поблагодарить своих патронов за то, что они меня поддерживают каждый месяц. Каждую неделю я им пишу письмо. Некоторые из этих писем, я думаю, скоро станут видео, но они это читают и комментируют первыми. Некоторые письма никогда не станут видео, это эксклюзив. Также я регулярно пишу туда план по каким-то своим новым видео, ну и другие уровни, как код-ревью и ментор. Спасибо вам, что вы есть. Это такая валидация того, что мой труд, собственно, не зря пропадает, что люди готовы своими деньгами поддержать меня и поддержать мой труд, поддержать мой канал. Ну а на сегодня у меня всё. Скоро будет вторая часть, четыре другие книги, которые я прочитал за эти два месяца. Если вы хотите следить за тем, что я читаю в прямом эфире, скажем так, вы можете подписаться на меня в Гудриц, ссылка будет внизу. Ну и это всё. Приятного чтения. Пока-пока.